Спортивные достижения в память о подвиге и во имя будущего. В Барановичах состоялся 22-й международный турнир по боксу в памяти первого героя Беларуси Владимира Карвата, организаторами которого стали Барановическая специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по боксу совместно с воинскими частями Барановического гарнизона. За турниром наблюдала и наша съемочная группа. Местом проведения турнира стал Ледовый дворец – одна из лучших спортивных площадок Барановичей. Организаторы сделали все, чтобы соревнования имени первого героя Беларуси Владимира Карвата прошли на высоком уровне. Беларусская федерация бокса всецело поддерживает проведение этого турнира, возобновила его. Мы сделали все возможное для того, чтобы он состоялся. То есть даже внесли некую часть финансирования. Мы собирались с представителями Барановичей, с директорами школ для того, чтобы сделать все возможное, чтобы пригласить команды, для того, чтобы обеспечить ребят призами. Состав пар остается бойком на печатах. 17-18 пара будет против девушек. Юные боксеры просчитывали ситуацию наперед, меняли стратегию боя и выстраивали тактику защиты. Для ребят, которые делают свои первые шаги в боксе, участие в соревнованиях просто необходимо, чтобы расти профессионально. Впервые в турнире приняли участие и четыре девушки. Сегодняшние бои показывают, что уровень наших боксеров растет. И я уверена, что бокс в нашем городе развивается в правильном направлении. Турнир проводится совместно с военными частями Барановичского гарнизона. Сегодня был организован выезд на место гибели Владимира Карвата. Возложением цветов почтили память и минутой молчания. Спортивные схватки были горячими, но в боксе действует закон уважения соперника. После боя пожать друг другу руки. Победу по тяжелым боксерам синего угла. И здорово, москвы, москвы, чекиев. В турнире у нас с тренером есть цель выиграть эти соревнования. Это поможет мне в дальнейшем выполнить первый спортивный разряд. Всего в турнире приняли участие 70 юных спортсменов из Белоруссии и России. Людмила Логодич, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».